Архитектурный образ старинных городов Европы не оставляет равнодушным никого. Если провести анализ, то можно заметить, что эффект этой красоты обусловлен отсутствием на улицах засилия рекламы. В России долгое время на эту сторону жизни обращали мало внимания. Сегодня же этот вопрос вышел в число приоритетных для работы районной архитектуры. Весеннее солнце – ветви деревьев и цветы. Такой вид радует глаз, но когда солнце закрывают сплошь и рядом стоящие рекламные билборды, деревья спрятаны за пилонами, а с каждого забора и здания за вами наблюдает разномастная кампания рекламной продукции, это омрачает наслаждение прогулкой. В архитектуре такой пейзаж называют визуальным мусором, который убрать гораздо сложнее, чем мусор наносной. Тема визуальной привлекательности улиц города стала основной в ходе рабочего совещания, провела которое заместитель главы района по вопросам архитектуры и градостроительства Тамара Берсенёва. Визуальный мусор – это не только реклама, это встречается на каждом шагу, вот сейчас мы ходим, это и вывески, всевозможные таблички, светодиодные табло, объявления на стану, когда мы с вами видим. Это может быть даже визуальный мусор, а может быть даже плохой дизайн, где-то на фасаде, дизайн самого фасада. Регулируют вопросы размещения рекламы ряд законов и нормативно-правовых актов, на основании которых действуют сотрудники управления архитектуры. И в первую очередь при выдаче разрешения они обращают внимание на общую картину территории, которая сложится после установки той или иной рекламы. Но часто происходит так, что этот вопрос предпринимателей не удосуживаются согласовать с органами местного самоуправления. Для того, чтобы сделать всё по закону, необходимо в первую очередь обратиться в МФЦ и написать там заявление на установку рекламной конструкции. Это заявление рассматривает районная администрация и в случае положительного ответа выдаёт разрешение, с которым заявитель может идти в рекламное агентство, где и будет реализовывать свой проект. Если же эти условия не соблюдены, конструкция считается незаконной. Установка рекламной конструкции допускается только после получения разрешения выдаваемого администрации муниципального образования Савицкий район. Коспорщина за выдачное разрешение составляет 5000 рублей, сроком на 5 лет. Отдельного внимания было достоин на совещании вопрос внешнего вида торговых объектов. Первое, к чему специалисты архитектуры призвали предпринимателей, чтобы на фасадах зданий вывески магазинов были выполнены в одном размере, с учётом фирменных стилей предприятий. Предприниматели, приглашённых на совещание, интересовали и более частные вопросы. У меня, допустим, магазин большой, и чисто из фактической точки зрения, в летнее время, используя плёнку, у меня сразу же упала температура в магазине и всё так попрочее. Но, само собой, если есть площадь, которую можно использовать хотя бы для рекламы или для рекламы, почему бы не использовать? Фотоплёнка на стёклах запрещена, отметили специалисты. Как альтернативу можно использовать выставочные стенды во всё стекло, которые выглядят более привлекательно для покупателей. Сейчас специалисты архитектуры проводят большую работу с предприятиями, призывая их привести свою рекламу в соответствие с требованиями законодательства и архитектурных норм. В целях освобождения фасадов зданий от информационного мусора мы провели проверку работы улицы Ковтюха. Я вам хочу сказать, что из 80 обследованных объектов на сегодняшний день 61 полностью демонтировали, а 16 объектов частично очистили фасады зданий от информационного мусора. Я считаю, что это неплохой результат. Выписано 45 предписаний, составлено более 20 протоколов. Сейчас нами идётся работа от улицам Ленина, Школьной и Дзержинского. К сожалению для предпринимателей, если они не реагируют на вынесенные замечания относительно рекламы на торговых объектов, то к ним будут применены меры административной ответственности в виде штрафов. Все эти меры должны способствовать не только тому, чтобы славец на Кубани стал более красивым и опрятным, но и в дальнейшем будут помогать развитию бизнеса, потому что грамотная реклама, в том числе и наружная, это двигатель торговли. Мария Климова, Игорь Иванович, программа «События».